варить пиво это настолько просто и просто как дважды два привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня первый раз варю пиво у меня на канале первая домашняя варка сегодня я дегустирую свое первое сваренное в жизни пиво это золотистый если вы хотите узнать как легко очень легко и просто сварить самое лучшее домашнее пиво смотрите видео дальше и вы узнаете я уже очень давно хочу сварить пиво полгода и все мне что-то мешало но наконец сегодня я приступаю к варке моя стратегия варки пиво такая же как и самогоне это не покупая никаких дополнительных емкости ничего сварить очень вкусное пиво без затрат поэтому я буду варить пиво на самогонном аппарате вот такой самогонный аппарат я его использую для перегонки фруктовых и зерновых брах и сейчас сюда вставляю вот такую трубочку я уже забыл как она называется то ли флейта то ли фагот то ли что-то еще то либо звука это обычная гофра из нержавеющего шланга здесь я сделал вот такие небольшие пропилы для того чтобы когда я не самогон отсюда выходил пар но сейчас это будет выступать как фильм с системой я вкручиваю эту трубочку в теперь это же будет выступать не самогонный аппарат заторный чан для варки пива вот так прорези я располагаю вниз раньше я очень боялся варить пиво думал это настолько сложно что нужно какой-то супер-пупер сложное оборудование много знаний умений и вообще пойти магазин купить бутылку пива намного легче и веселее чем варить самому но как же я все-таки заблуждался оказывается варить пиво намного проще чем даже делать самогон из обычного свекловичного сахара все настолько классно и увлекательно я уже посмотрел очень много видео прочитал очень много книг и у меня такое ощущение что я уже сварил ни один не одну сотню литров пива поэтому начинаем у меня есть три солода и самое важное конечно же какой стиль пиво или какой сорт пиво я сегодня буду готовить или варить я сегодня варю пиво золотистый эль в английском стиле этот рецепт я взял из книги морковского сам себе пивовар для этого рецепта я буду использовать пэйл эль это украинский солод пшеничный солод украинский и карамельный солод мюник 1 это уже немецкий солод пахнет классно пшеничка пахнет знаете чем когда раньше я держал корочек вот пахнет именно тем кормом каким я их кормил это тоже самое а это а это пахнет грибами когда я выращивал грибы это пахло именно вот тем субстратом которым грибочки выращивать я нагревал в этой кастрюле 10 литров воды температуры 73 градуса и теперь выливаю воду в заторный час вот сюда посыпаю сюда весь солод и перемешивая сейчас температура вот этого затора в то что сейчас в этом заторном тяне называется веселым словом году это смесь воды и солода температура зато я должна быть пределах 66 68 градусов проверим вот этим термометром до 63 сейчас я доведу температуру в заторном чане простым способом я закипячу еще один чайник воды и были сюда кипяток пахнет уже сладостью слышно 65 еще совсем чуть-чуть и будет отлично я пока закрываю заторный чан крышкой и укутываю его для того чтобы температура не падала в таком состоянии будущее пиво будет находиться ровно час вот и вся сложность варки пива прошел ровно час я через 45 минут померял температуру затора она была 62 градуса я еще влив один чайник воды 2 литра и температура как раз поднялась до 66 сейчас по рецепту нужно довести температуру затора кипятком до 71 градуса и выдержать 15 минут я догадываюсь что если я буду давать температуру кипятком до 71 градуса я использую почти всю воду и для промывки самой дробины мне воды не останется поэтому сейчас я померю температуру если она еще не 71 градус я отолью немного самого сусло и нагрею его в кастрюльке на газу если я правильно запомнил то то что я нагреваю само сусло и поднимаю таким способом температуру затора называется отварочное дотирание отварочное дотирание дает более богатый и интересный вкус готового пива я выдержал затор 15 минут при температуре какая получилось это было 75 градусов и теперь я приступаю к созданию фильтрующего слоя вот через ту металлическую трубочку аку я вкрутил сейчас будет потихонечку просачиваться само сусло и уплотняться для того чтобы фильтрующий слой создался нужно несколько вот таких кастрюлек слить пока не соберется какое-то плотное количество самого солода вот здесь и станет самим фильтрующим элементом и вот так аккуратно переливаю сюда я думаю правильнее будет наливать черпачок и уже опускать черпак сам бидон чтобы не нарушать фильтрующий слой уже полностью отсутствуют мельчайшие капельки не капельки кусочки солода я очень доволен тем как работает моя фильтр система из обычно нержавеющий гофры которую я использую как барбатер для перегонки густых зерновых или фруктовых брак абсолютно никаких вложений я с удовольствием они самогон для того чтобы наслаждаться вкусными напитками не покупая какие-то дорогие супер дорогие самогонные аппараты и также благодаря тому что у меня уже есть готовое простое оборудование я надеюсь что это мне позволит сделать вкусное пиво абсолютно без затрат подставляю вот эту кастрюлю которая называется варочный чан вот так потихонечку идет уже чистое пивное сусло пока она будет фильтроваться я сделаю юную пробу я взял чайную ложечку пивного сусла и выливаю ее в тарелочку и теперь капаю сюда йод все идеально прекрасно все осахарилась красивый цвет прекрасное прозрачное само сусло и пока она фильтруется я нагрею промывочную воду до температуры 80 85 градусов промывочной воды мне нужно столько чтобы общий объем самой воды которую я использовал при варке пива составлял 23 с половиной литра возможно многие люди скажут нельзя использовать алюминиевый бидон для того чтобы варить пиво но я знаю что здесь температура не выше 78 градусов самого сусла поэтому никаких окислительных реакций алюминия и веществ какие находятся в пиве не будет происходить вот так выглядит дробина которая осталась при фильтрации и теперь я начинаю промывку это очень сложно звучит на самом деле все намного проще я беру воду которую нагрета до температуры 80 82 градусов и вот так аккуратненько сюда выливаю суть промывки в том чтобы вымыть из дробины то есть из раздробленного солода оставшийся сахар для того чтобы все ускорить я уже поставил варочный чан на огонь в нем греется сусло отдельно у меня еще кастрюльки нагревается сусло чтобы быстрее довести все до кипения а процесс фильтрации продолжается сейчас я соберу пенку какая здесь появляется чтобы сусло было более чистое первый хмель который я добавляю это ист кент голдинг написано англия и никогда раньше не нюхал хмель очень интересный аромат говорят если сразу всю порцию хмеля бросить в сусло будет очень большое пенообразование поэтому делать это нужно аккуратно и понемногу за 15 минут до конца варки пива добавляю второй хмель фагл теперь самое время сделать дезинфекцию бродильной емкости и всех шланг для этого я буду использовать обычный йод я налил около 10 литров воды и вылил сюда пузырек юна теперь все трубочки а вот это мое изобретение дело то что я сознательно не хочу тратить деньги на сифончики которые стоят 100 рублей я здесь сделал маленькое отверстие и вставил в отверстие кусочек силиконовой трубочки она очень эластичная и прекрасно герметизируется после этого я силиконовую трубочку вставляю вот после их такой пвхешки и отлично гидрозатвор готов это равно проще не бьется и система вечная а это мой самодельный чили то есть охладитель я его тоже сделал из нержавеющей гофры прошел ровно сейчас как я уже варю пиво и теперь я добавляю хмель из ткэн голдинг когда уже полностью все выключил я только что подключил чили теперь самое время сделать вирпул это английское слово значит водоворот я просто беру вот так делаю круговые движения шумовкой для того чтобы центробежной силой весь брух так называется муть и осадок который остался при варке пива он собрался в центре пробовать варить пиво без чиллера даже зимой это глупая затея дело в том что при очень резком охлаждении из пивного сусла выделяется очень много белка и оседают в виде хлопьев если не сделать резкое охлаждение само пиво будет мутное пивное сусло охладилась с температуры 103 градуса до температуры 23 градуса ровно за 40 минут даже может быть и за 35 температура охлаждающей воды 20 градусов я замерил плотность сусла ориометром а с 3 я не знаю насколько правильно я пользуюсь этим прибором но здесь плотность показывает восемь с половиной книги написано что начальная плотность сусла должна быть 10 вкус очень хмелевой горщинка хмелевая присутствует ну конечно спирта еще нет переливать нужно под слой то есть чтобы здесь ничего не насыщалось воздухом теперь самое приятное и самое важное я буду засевать будущее пиво дрожжами дрожжи я использую штамп с 4 с 04 здесь настоящая французская развесовка одиннадцать с половиной грамм но многие пивовары говорят что достаточно половины одного пакетика на порцию пива то есть на 22 23 литра у меня получилось бруха ровно два с половиной литра я не знаю как здесь отторирована сама бочка но показывает что у меня 18 литров книжки морковского сказано что мне должно было получиться 18-19 литров пиво возможно все так и есть теперь я отсыпал ровно половину дрожжей из пакетика и выступали сюда скорее всего их возможно нужно было бы регидрировать то есть сначала развести в воде но делаю так потому что почти все делаю точно так же дрожжи уже почти растворились беру трубочку и оставляю ее в емкость водичкой в которую я добавлю влюда для дезинфекции пивное сосло будет бродить пять дней так написано в книге золотистый эль бродил 8 дней по книге он должен был бродить всего пять дней но у меня начальная плотность была 8 и я подумал что если он будет дарить все это дней там будет мало алкоголя и пиво может испортиться или плохо хранится поэтому я дал ему возможность еще три дня побродить в эту кастрюльку я насыпал фруктозу это будет праймер я использую праймера 7 грамм на 1 литр пива силиконовые шланги трубочки емкость которые будут снимать осадка пива я продезинфицировал йодом как и в первый раз самое важное сейчас это минимизировать контакт пива с кислородом поэтому я опускаю шланг вниз чтобы он опустился на самое одно вот так я измерил плотность 3 при температуре 26 скорее всего здесь плотность будет еще меньше где-то два с половиной или два вкус вкус сухенький имели а уже не так ярко слышно нагреваю фруктозу с пивом до кипения охлаждаю и живет креветки пиву уже есть а где же пиво еще рано ну тогда начнем разливать все делаю точно по учебнику правда из подручных средств конечно вот такую палочку я не покупал которая будет стоит 200 гривен или 400 рублей я оставляю место для того чтобы там скапливался углекислый газ опускаю самое одно и так набираю все бутылочки теперь я хочу вот так сжать бутылочку чтобы полностью вышел весь воздух и закрутить ее бутылка получилось сплюснутая и когда дрожжи начнут работать и выделяется и будет выделяться углекислый газ я думаю она хорошенечко радуется и будет красивая бутылочки я оставлю вертикально для того чтобы в процессе созревания пива и карбонизации весь осадок какой есть дрожжах выпадал на дно и можно было потом очень красиво разливать пиво по бокалам убираю это все в темное место пока на недельку при комнатной температуре а потом постараюсь убрать это все пор и где будет температура более прохладные вот такой он красивый конечно же цвет у него обалденный солнышко светит какая приятная его мутность из-за того что это эль как будто бы апельсиновый сок помаранчевого колера так приятно вечером погодка прекрасная тепло взять бокал своего домашнего пива холодненького эля и насладиться и начинаю дегустацию аромат в аромате очень-очень тонкие нотки солода и немножко но так горечи хмеля легкие цветочные нотки пахнет просто великолепно рыбка скидывается не жизнь а сказка вкус купила очень легкие на то же время тело слышно это абсолютно не похоже на легкие лагеря к этому пиву мне абсолютно не хочется никакой закуски просто брать его пить небольшими глотками и наслаждаться хорошо слышны нотки солода легкая карамелька совсем чуть-чуть температура такая прекрасная чтобы насладиться полностью всеми вкусами пивка но самое приятное я был очень сильно удивлен когда узнал что все-таки варить пиво это настолько просто это намного проще чем сделать самогон из сахара это вообще просто как дважды два как набрать воды из крана друзья пишите комментарии как вам понравилось мое видео как я сварил свое первое домашнее пиво ставьте вот такие огромные лайки потому что по-настоящему обалденное пиво первый раз в жизни первая варка и так классно получилось подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место всем хорошего пива